Я всех приветствую, ребят, на нашем канале, на канале Тугарыча. И сегодня мы, как вы видите, в правом верхнем углу статистика, статистика моего компьютера, видеокарты и процессора, и сегодня в этом видео мы изучим, как вообще установить данную программу, как ей пользоваться, если она кому-то понадобится, вот, в результате чего вы поймёте и сможете мониторить настройки, точнее не настройки, а те ресурсы, которые ваш компьютер тратит на данную игру, которую юзается при игре, ну, в данной игре Warface, либо в любой другой игре, не только обязательно, это именно Warface. Вот, поскольку в этой программе есть маленькие нюансы, которые не всегда, к сожалению, там можно запомнить, вот, лично, и когда я ставил эту программу, у меня возникали некоторые трудности. Итак, ребят, самое главное, заходим, как вы видите, в Google, вводим, скачать MSI AutoBurner, то есть по-английски Download MSI AutoBurner, нажимаем вкладочку Download, скачать, значит, по-английски, да, я не претендую на правильное произношение английского языка, но, тем не менее, ждём, пока всё это дело закачается к вам на компьютер, соответственно, опять-таки, если немножко отойти, играю я с операционной системой Windows 7, где, как бы, совершенно нету ни антивируса, ни прочих каких-то вещей, то есть, буквально здесь только игра Warface, всё, больше здесь ничего нету, то есть, если мне нужно идти поработать, или я хочу поиграть в другие игры, я использую другие, ну, то есть, у меня есть для этого другие операционные системы, ну, как мы видим, вот небольшое описание, скриншоты и прочие этой программы, вот для чего она нужна, нажимаем открыть файл, грубо говоря, тот, который у нас скачался, да, то есть, можно также зайти в изображение, ну, грубо говоря, загрузки, вкладочку, и вы увидите тот файл, который вы скачали, собственно говоря. Вот, здесь его нужно извлечь, так как он в zip в формате, то есть, он сжатый, но здесь меня ждал сюрприз, поскольку он здесь в формате ещё и RAR, то есть, это, грубо говоря, архив, и я зашёл опять-таки на сайт, посмотрел вот эту вкладочку, то есть, скачать в формате .exe, то есть, в .exe-шнике мне его не получилось, к сожалению, и это официальный сайт, ребят, скачивайте только с официального сайта, адрес сайта вы можете увидеть в левом верхнем углу, это сайт MSI, и здесь, соответственно, есть это утилита, утилитов, кстати, в новом формате. Так, открыть у нас никак не получится в моём случае, поскольку нужно всё-таки установить, придётся установить программу winrar. Вот, я здесь попытался потыкать, но по-любому не получится, что, вот видите, мы в отделе MSI AutoBurner, сейчас же нам нужно скачать winrar. Заходим тоже на официальный сайт winrar, и здесь уже мы его, собственно говоря, и скачаем к себе на компьютер, выбираем именно русский язык, то есть, вам же проще будет ориентироваться, конечно же, в русском, и, соответственно, закачиваем русскую версию данной программы. Запускаем её, нажимаем «Да», но здесь нужно быть осторожным при установке, поскольку может там посоветовать вам всякую фигню дополнительную, конечно же, нужно убирать все эти галочки, все там лишние галочки нужно убрать. То есть, вот, в данном случае я убрал лишнюю галочку, поскольку, чтобы у меня не отображался winrar, когда я нажимаю правой кнопкой на каком-то объекте, на рабочем столе. То есть, мне это не особо нравится, он долго открывается, вот это всё хозяйство, поэтому я оттуда удалил winrar, то есть, не устанавливаю туда winrar, и, соответственно, я имею право уже распаковать программу, но, к сожалению, мне выдаёт небольшую ошибочку, это предупреждение, там, якобы целостность пакета, там, не целостность, а его какая-то там, не лицензия, что-то подобное, поэтому я как бы не сразу понял, ещё раз попытался извлечь, но эта ошибка не является критичной, это лишь предупреждение. Бывает, конечно же, файлы скачиваются битые, но это, конечно же, очень редко происходит, но на моём случае такое было. Скачиваешь файл, он оказывается битый. Вот, папочку можно, в принципе, уже удалить, удаляя полностью её, через Shift Enter, и запускаем установку MSI AutoBurner. Собственно, он и нам, нам и будет показывать нагрузку нашего компьютера в играх. Нужно понимать, что в играх компьютер очень сильно нагружен, нагружен по максимуму, то есть это и тепловыделение, энергопотребление, и любая игра, ну, зачастую именно сложные игры. Кстати, да, выбираем обязательно две галочки. Верхний это мы сами автобернер, а нижний это статистик сервера, то есть он нам нужен, револтюнер или что-то подобное, уж извините за мой кривой английский. Но, тем не менее, эта программа вам нужна для того, чтобы показывать именно в играх, во время игры, показывать вот эту именно статистику, выводить её на ваш экран. Ждём установки самой программы MSI AutoBurner. В основном эта программа используется для разгона видеокарты, но, если честно, это дело такое, разгон видеокарты не всегда, не всегда прямо-таки замечательное дело, скажем так. Вот, вводим MSConfig попутно, я решил зайти в автозапуск, посмотреть, что там вообще есть, что-то можно убрать, но, конечно же, я оттуда не убираю GeForce Experience, вот, поскольку он мне нужен, нужен при загрузке. Вот, а программу e-mail можно, в принципе, удалить, чтобы она там не сидела. Вот, и запускается установка, автоматически запускается установка револтюнер, то есть без вот этой второй установки, вот, как видите, да, без вот этой второй программки отображаться у вас на экране ничего не будет, вот, нужны обе эти программы, и статистик сервера револтюнер, да, вот, если я правильно её назвал, произнёс точнее её название, и сам MSI AutoBurner. Ждём, пока установится у нас эта программа, вот она устанавливается, но при первой установке, грубо говоря, да, вот у меня ждал такой небольшой сюрприз, поскольку нужно было именно и не только установить сами программы, но и дождаться установки DirectX, то есть без Direct оказалось никуда, и в дальнейшем у нас запустится и его установка. Ну, видим мои операционные системы, которые есть, да, на моём компьютере, нажимаем галочку, выход без перезагрузки, но это не обязательно, ребят, лазить в автозапуске, но вот на Windows 7 я обычно лазил, там смотрю, вот, главное не отключать сетевые, не сетевые, а главное лишние галочки там не тыкать, и всё будет нормально, иначе у вас ничего может не работать, как, собственно, однажды произошло у моего знакомого, он в автозагрузке убрал все галочки, и у него там буквально перестало много грузиться. Ну, как мы видим, запустилась автоматически, программа запустила установку DirectX, это заняло очень длительное время, конечно же, я время сокращу, скажем так, вот, ну, заняло это, наверное, около 10-15 минут, и я там в это время потратил на то, что там на ютубчике полазил, там ещё что-то подделал, вот, пока дождался установки именно этой, именно этого DirectX, который требуется для корректной работы и MSI AutoBurner, и Rival Tuner, собственно говоря, что-то подобное, ну, устанавливался, да, печально устанавливался с долгом, ну, мы сократили установку, вот, видим, нажать, вроде бы там требовалась перезагрузка, но я просто закрыл это окошко, нажимаем финиш, нажимаем финиш, читать файл Redman мы не будем, то есть все программы у нас, в принципе, установились, вот, запускаем сам MSI AutoBurner, он у нас появился на левом окне, и самое важное, чтобы у вас работало именно отображение, вот эти цифрыки в игре появлялись, вам нужно две программы, чтобы было запущено и MSI AutoBurner, и Rival Tuner, вот, видите, я её запускаю, я её нашёл через пуск, собственно говоря, и её запустил, вот, мне советует программа скачать новую версию Rival Tuner, статистик сервер, вот, и, как говорится, мы переходим по ссылочке и скачиваем более свежую версию, но это делать, конечно же, не обязательно, ну, я вот решил сделать, раз уж программа мне предложила это сделать, я, собственно говоря, зашёл на сайт, официальный сайт, именно, который позволяет, вот эта программа, которая позволяет в играх появляться, там, вот этим заветным надписям, статистики, там, и по FPS, и по прочим вещам, нажимаем, да, сохранить, скачать, точнее, здесь, мельком вы видели, мой личный кабинет, там, от Warface, вот, и ждём, пока скачается и более свежая версия статистики, вот, что же касается MSI Auto Burner, он обновлённый, я им ещё не пользовался, именно этой версии, но, в принципе, здесь всё очень просто, лишь некие графические такие примочки есть, там, какие-то прикольненькие, но это всё на самом деле, конечно же, очень-очень, ну, только-только лишь вводит в некое заблуждение, на первый взгляд, нажимаем, да, далее, установить, то есть, мне пишут, что, к сожалению, у вас запущена Statistic Server, и я не могу установить статистику, то есть, он не может, точнее, установить эту программу, мы выходим из программы, close-up нажимаем, запускаем установку заново, и, соответственно, уже, так как у нас программа не запущена, новому инстальнику, установщику программы ничего не мешает установить новую программу, тем самым, грубо говоря, её обновить, ну, и, собственно, она у нас устанавливается, да, всё, это можно окошечко закрыть, он, по-моему, предлагает нам перезагрузить или что-то подобное, вот, нажимаем финиш, но загрузить, конечно же, нам всё равно придётся в дальнейшем, ну, на всякий случай, чтобы не было глюков, багов, я это, конечно же, сделаю, тем более, плюс устанавливался DirectX, а это, на мой взгляд, важно перезагрузить, здесь не всегда всё понятно в этой программе, слева у нас частота видеочипа и частота памяти видеокарты, а самая главная настройка, которая нам нужна, это именно вот шестерёночка, которая находится по центру, практически по центру, чуть левее, вот эту шестерёночку нам нужно, конечно же, заюзать, вот, именно настройки, этой программы, они очень важны, вот, именно в ней мы сможем настроить статистику отображения, поскольку сейчас она показываться, статистику у вас не будет, её нужно именно обязательно настраивать, вот, я немножко потупил в этой программе, вот, поскольку не сразу даже сообразил, вот, я нашёл её, нажал на эту кнопочку, заветную шестерёнку и заходим во вкладочку мониторинг, и здесь вот тоже очень важные настройки, вот, все вот эти параметры, где галочки с левой стороны, но изначально это не показывается, то есть, нам нужно помимо того, что мы выбираем, вот, выделяем синим цветом какую-то определённую, определённую вкладку, которая нам нужна, и видите, что я делаю, я опускаю мышку вниз и нажимаю на кнопочку показывать в оверлейном режиме, вот, что-то подобное, вот, то есть, нажимаю эту галочку, оставляю там чекбокс, и уже после этого появляется такая отметка с правой стороны на вот это выделенное надписям OEM или что-то подобное, да, то есть, вот, поскольку сейчас разрешение картинка маленькая, я точно вам не могу сказать, что он появляется, но всё увидите на вашем экране, делайте так же, то есть, ставьте галочки обязательно и только после этого у вас будет всё показываться, то есть, нужно всё обязательно отмечать именно ручками, иначе у вас в статистике ничего нет, образится, и это очень-очень важный момент, и в Warface вы будете видеть, сколько юзается нагрузка на процессор, какая идёт, какая нагрузка идёт на видеокарту, то же самое, я сделал галочки, отметил галочки, и на процессор, нагрузку процессора показывать, нагрузку процессора по ядрам, нагрузку про температуру процессора также указала чистоту чипы видеокарты и количество fps как который будет показывать также плюс температуры видеокарты затем обязательно запускаем вот с правой стороны можно запустить револтюнер статистик сервер то есть нажимаем на нее два раза и здесь нужно обязательно тоже настроить и здесь можно выбрать цвет соответственно я ставлю себе зеленый цвет остальные настройки в принципе вот можно выбрать вот этот режим этот режим то есть 3d там разные чисто будет разные цифры разно они будут выглядеть вот здесь также можно поставить что-то типа тени то есть будет черненькая такая обводка это на мой взгляд прикольно и соответственно можно также отодвинуть от угла эти цифры кидаю дабы они были более скажем такие точнее у них был отступ от угла вот угла монитора это тоже как бы плюс поскольку не иногда неудобно когда у цифры прям упираются в бок экрана собственно говоря мы все это запустили установили теперь перезагружаем вашу систему вот но снова быстренько зайдем посмотрим что у нас в москонфиге там я я решил посмотреть там и масса автобернер записался туда но вроде как бы не записался и после этого конечно же с перезагружаем систему чтоб все у нас стабильно и нормально работал и не было никаких явных там проблем или что-то подобное так после перезагрузки запускаем и масса автобернер обязательно то есть мы систему уже перезагрузили все это смонтировал дело быстро посмотрел автозапуске там в принципе ничего не прописалась но и слава богу чтобы мы со автобернераз автоматически не запускался вот заходим во вкладку мониторинг обязательно тоже можно посмотреть на лишний раз в принципе и обязательно проверим чтобы у нас статистика сервера вот видите маленький синенький экранчик вот это да вот это с правой стороны обязательно должна быть запущена эта вторая А программа вот эта, которую мы тоже настраивали, без нее, собственно говоря, как бы никуда. То есть без нее у вас ничего MSI Auto Burner не сможет показывать. То есть MSI Auto Burner отлавливает все датчики, которые есть на вашей периферии, на процессоре и на видеокарте. А статистик сервера Rival Tuner, он, соответственно, все это дело выводит в самой игре. То есть в самой игре он все это дело подображает на мониторе. Запускаем уже Warface наконец, да, после столь длинных операций удаляем все вот эти файлы. Они нам в принципе не нужны, мы уже все поставили. Нам тут предлагают, типа, пацаны, что-то там якобы на халяву там, ну и нафиг эту халяву там, или не халяву. Видим прикольные, скажем, такие буфера у нашей ведущей новой, поскольку вот я смотрел, как она ведет вот эти вот новости Warface. Она как бы сама не понимает того, что говорит. И мой взгляд, как, скажем так, человек, относящийся к мужской половине нашего человечества, вот опускается ниже там, ну понимаете, куда там только можно смотреть нормального мужика, поскольку человек говорит, ничего не понимает, ну, грубо говоря, любоваться там, слушать нечего, любоваться можно только прелестьем. Ну так ладно, отойдем от этих похабных вещей. Так, смотрим загрузку, загрузка игры, видим, уже у нас отобразилась статистика, но она находится в левом верхнем углу, и, соответственно, это не особо и удобно. То есть, как практика показывает это как бы, ну не есть, а из, вот поскольку именно вот в этом месте эта статистика будет мешать, мешать показу вашего радара, то есть, точнее, мешать игре. Это когда в игре вы будете, то есть, ваш радар, он будет под этими циферками, да, под этим наложением, и это будет, конечно же, неудобно. То есть, нам нужно это дело в дальнейшем изменить. Нажимаем ОК, ОК, и там применяем всякие эти параметры, что далее. Нажимаем Alt, Enter, ребят, Alt, Enter для того, чтобы игру сделать в оконный режим. Или, наоборот, развернуть игру, чтобы развернуть игру, мы также нажимаем Alt, Enter, и игра у нас разворачивается на весь экран. То есть, Alt, Enter, ребят, запоменяете клавиши Alt, Enter. Вот, собственно говоря, мы заходим в статистик сервер, также мы зашли в него, да, и здесь настроим небольшой отступ от левого угла нашего экрана, да, то есть, можно также настроить и размер. Размер мы немножко можем увеличить. Вот, можно сделать вообще большие циферки, да, чтобы были... Можно сделать немножко это дело поменьше, чтобы отображалось. В принципе, цвет можно поменять, сами знаете, как его менять. Можно вообще маленькие сделать такие, но, конечно же, это не самый лучший вариант. И я вот лично предпочитаю что-то среднее подобрать для себя. Также нажимаем Alt, Enter, и, соответственно, можно выйти в полный режим Alt, Tab. Это переключение между окнами. Вот, что-то типа этого. И здесь немножко, да, тоже, видите, отодвигаем, то есть, регулируем, подгоняем под себя, под свои вкусы, чтобы вам не мешало игре и не мешало, ну, и было, выглядело более-менее цивильно так, как нравится именно вам. Вот, и можете в какой-то момент наблюдать, сколько у вас FPS в игре и какая температура и вашего процессора. В данном случае у меня температура у процессора около 35-40 градусов. Это, в принципе, нормально, на мой взгляд. Далее, в мониторинге я решил поменять все вот эти температуры и нагрузки на процессор поменять местами, чтобы у меня температура процессора, точнее, температура процессора, да, была с правой стороны, а загруженность самого ядра, ядра и процессора, загруженность ядер и процессор была с левой стороны. И, соответственно, я должен менять их по вертикалочке, то есть я в данном случае должен температуру процессора убрать ниже, а чистоту процессора, чтобы частота процессора была по списку именно выше отображения. И частота ядера у меня, соответственно, будет в левой колонке, а температура видеоядра будет с правой стороны, и это будет более цивильнее, более понятнее лично для меня. Многие делают так, поскольку, конечно же, нагрузка на процессор, насколько загружено ядро, это, на мой взгляд, важнее. Также я поменял местами и температуру, частоту видеочипа и температуру тоже видеочипа. Тоже это все дело отображается вон сверху, как видите. И также FPS я опустил пониже, чтобы все было понятнее, как бы более удобнее. Вот лично для меня, ну, конечно же, каждому свое, каждый может там выбирать и настраивать все это дело по-своему. В принципе, выглядит оно примерно так. Вот и загрузку видеоядер нашего процессора мы видим, также видим загрузку видеочипа, что очень важно, поскольку если ваш видеочип не получает полного питания, например, да, то ваш видеочип будет по нагрузке как бы прыгать. То есть, если ваша видеокарта работает не в полную мощь, у вас там слабенький блок питания или что-то подобное, да, некачественный, может, вы его не полностью подсоединили, то нагрузка на видеочип будет прыгать. Он будет прыгать там от 700 МГц до 900, там что-то подобное, да, то есть она должна быть, в принципе, постоянной, примерно постоянной, ну, хотя бы в пределах от минимальных частот. Например, минимальная частота моего в виде чипа 941 МГц в простое, да, а максимальная она около 1080, с чем-то там, 84 МГц, что-то подобное. То есть и в пределах она должна прыгать, а никак не меньше там, вот. Попытался я тут что-то выбить на, за 60 кредитов, конечно же, это нереально, поскольку, когда люди там по 10 тысяч кредитов тратят на оружие в этой игре Warface, это 5000 рублей, это немаленькие бабки получают какую-то фигню за это. Это, конечно, смешно. Давайте попытаемся выкрутить и скин на коллаж, но, конечно же, он нам, к сожалению, не падает. Падает и випка на один час, это просто великолепно. Это самое важное, випка, 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 это... Я, конечно, стебаюсь, но даже за 100 рублей можно было випку приобрести обычную. Это обычная випка, да, випку приобрести на длительное время, то есть это именно, ну, как до Нового года. Вот, а за, скажем так, за 20 кредитов на час випка, ну, это совсем, как говорится, смешно. Итак, ну, вот, как видим, зашлидем на полигон, видим на нагрузку и прочие параметры. Теперь можно, как бы, в каком-то плане и мониторить. В принципе, что я здесь не выявил, из того, что я не выявил, наверное, нужно было вывести именно загрузку, еще загрузку видеочипа. То есть, к сожалению, я здесь не выявил все это дело, но вы также можете настроить в Rival Tuners, точнее, в MSI AutoBurner, и там, чтобы вы видели, насколько загружена вашей другу ПУ. То есть это все дело можно настроить также в MSI AutoBurner, там поищите, это есть, и... То есть фраза, там, типа, загруженность вашего видеочипа, что-то подобное. То есть у вас будет, там, 98-97, если вы на высокой графике, если вы на средней, минимальной графике, то загрузка видеочипа будет 60, там, что-то подобное. Вот, и есть у меня на этом тринке, на этом аккаунте AX308, но, к сожалению, для нормальной игры, с балтовок, там, типа, скилл, игра, там, на мой взгляд, нужен более-менее нормальный компьютер, именно нормальный в плане видеокарты, как минимум. Вот, иначе попадать, бывает сложно. Кстати, да, чтобы вот так вот игру отодвигать, там, например, да, в аккорный режим обязательно нажимать X-K, вот, дабы появился курсор в игре, и, соответственно, вы можете уже все это дело двигать. В данном случае, видите, я нажал на правую сторону, на мониторчике, в статистик, сервер, да, Rival Tuner, и, соответственно, выровнял нашу графику, сделал выравнивание нашего графика на правой стороне, дабы у нас не закрывал, статистика не закрывала именно показ нашей мини-карты. Видите, мини-карты с левой стороны, а статистика Rival Tuner, она, ну, статистика TMSI Auto Burner, она с правой стороны, и это, конечно же, удобно, на мой взгляд, вот, кому, конечно, как, но мини-карта в игре уже не перекрывается, не перекрывается именно нашей статистикой, что, на мой взгляд, конечно же, удобно. Можно мониторить тот же самый FPS, ту же самую нагрузку по ядрам, и вот человек мне как-то писал, что фризы и подлагивания возникают из-за того, что нагрузка на процессор слишком большая, это не так. Многие знают, что Warface это голимый говнокод, как бы с багами, фризами, лагами, с кривими античитами, мраками там, которые мрак, вот реально название чисто мрак, то есть это дно, это мрак, это, не дай бог, такой античит, который никого и поймать толком не может, ну, может и может кого-то поймать, но ребята тоже, создатели читов на месте не стоят. Ну, собственно, видим такую статистику в справом верхнем углу, то есть, ну, игра Warface, она может физить любые моменты, и не важно, что у вас загрузка на процессор, как мы видим, где-то около 45%, ну, максимум в игре, вот я играл там 45-50%, может где-то прыгает, может я не замечал, но не более того, это Core i5 6400 последнего поколения, но уже в феврале 2017 года выйдет следующее поколение i5, но там у них будут небольшие изменения, вот, и не думаю, что стоит сразу же там переходить на новые, более новые железом, это не самый лучший вариант. Ну, собственно говоря, вот что-то типа этого, ребят, что-то с этим я хотел поделиться, этой статистикой, этой программой. Всем, наверное, на этом спасибо, спасибо за просмотр, если что, пользуйтесь на здоровье, пишите в комментариях. Ну, вот, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok